Здравствуйте! Что такое «лесигль» во французском языке? Как их правильно прочесть и расшифровать? На эти вопросы вы получите ответы после просмотра сегодняшнего видео. Итак, «лесигль» – это французские буквенные сокращения. Они представляют собой последовательность заглавных букв нескольких слов. Например, буквенное сокращение «tgv» или же скоростной поезд французский всем известный образовано из начальных букв выражения «train» и «grande vitesse». Из слова «train» мы взяли букву «t», из слова «grande» букву «g» и из слова «vitesse» букву «v». И таким образом получили «лесигль» или французское буквенное сокращение «tgv». Но как же нужно правильно произносить «лесигль»? Существует два способа. Первый способ мы только что увидели – это произнесение буквенного сокращения по буквам. То есть вы произносите каждую букву так, как она произносится во французском алфавите. В данном случае «tgv». Второй способ – это когда мы произносим буквенное сокращение как одно слово. Это слово будет называться акронимом. Например, возьмем выражение «Organisation des Nations Unies» или же «Организация объединенных наций» – ООН. Во французском языке оно будет звучать как «onu». То есть мы произносим это слово не по буквам, а читаем так, как оно бы читалось по правилам чтения французского языка. Но как же нам узнать, каким способом нужно произносить «лесигль» – по буквам или читать как одно слово? Раньше было легче, так как в выражениях, которые должны были произноситься по буквам, после каждой буквы стояла точка. Так, например, буквенное сокращение «tgv» выглядело бы следующим образом. То есть после «t» стояла бы точка, «g» и «v» также стояли бы точки. А вот буквенное сокращение «onu» наоборот не имело бы точек, и мы бы знали, что его нужно читать как одно слово. Но сегодня наблюдается тенденция к упрощению французского языка, поэтому точки не ставятся. И нам, к сожалению, просто придется запоминать, каким именно способом нужно произносить «лесигль». Чтобы немного облегчить вам задачу, предлагаю запомнить несколько самых часто встречающихся буквенных сокращений. Итак, первое это «bcbg» или «bon chic bon genre», что переводится как «классический стиль». «cv» – «curriculum vitae» или же «резюме автобиография». «cdd» – «contrat à durée déterminée» – договор на ограниченный срок действия. «cdi» – «contrat à durée endeterminée» – контракт на неограниченный срок действия. «jo» – «jeux olympiques» или «olimpijskie indre». «pdg» – «president-directeur général» или же «генеральный директор». «sdf» – «sans domicile fix» или «без особого места жительства», у нас это тоже сокращение «bomge». «sncf» – «société nationale de chemin de fer français» или же «французская национальная компания путей сообщения». «spa» – «société protectrice des animaux» или «общество по защите животных». «samu» – «service d'aide médical d'urgence» или «служба скорой медицинской помощи». Ну и последнее буквенное сокращение – это «vtt» – «velo tout terrain» – «велосипед высокой проходимости». Конечно, я перечислила самые распространенные французские буквенные сокращения. Более детальный список вы можете найти на моем сайте, ссылку я даю в описании к этому видео. Ну а я бы также вам советовала составлять свой собственный список французских буквенных сокращений по мере изучения языка, так как он вам точно пригодится. Приглашаю вас подписаться на мой канал. До новых встреч и аминто!